Друзья, привет! Сегодня я хочу проверить на содержание нитратов вот такие вот бананчики, которые я купила в магазинах Пятерочка, Магниты, Спар. Это бананчики у меня обычного размера и мелкие бананчики, мини-бананы. И я обязательно специально выбирала бананы разных марок для того, чтобы составить общее представление о том, насколько бананы могут быть нахимиченными, либо они наоборот натуральны. Итак, первый банан у меня из магазина Пятерочка. Это банан марки Global Village. Это, как я понимаю, транснациональная компания. Она привозит бананы из разных стран. Итак, я очищаю его от кожуры, втыкаю в него зонт и нажимаю проверить. Прибор показывает мне содержание нитратов в норме у этого банана достаточно даже на низком уровне. То есть, этот банан можно считать натуральным, насколько это возможно в современных условиях. Зонт протираю и затем приступаю к измерению нитратов в следующем банане. Возьму, опять же, банан большой. Этот я купила в Спаре. Я специально здесь написала, чтобы не забыть. Это банан Дон Карлос Эквадор. И посмотрим, что у нас эквадорский банан покажет нам по нитратам. Втыкаю прибор в этот банан и попробуем начать измерение. Здесь тоже прибор показывает мне содержание нитратов в норме на уровне зеленом. Вполне приличный банан, пригодный для употребления в пищу. Далее у меня вот такой бананчик пройдет проверку марки Байгаттон. Этот бананчик мини я купила в магазине Магнит. Я знаю, что есть люди, зожники, которые советуют употреблять именно мини-бананы, говоря о том, что они более натуральные. Давайте посмотрим, что нам покажет прибор. Я втыкаю его в бананчик и нажимаю кнопку проверить. Итак, какой же результат прибор покажет нам здесь. А прибор показывает содержание нитратов в норме в очередной раз. То есть и этот маленький бананчик тоже вполне пригоден для употребления в пищу. Далее я проверяю на содержание нитратов вот такой вот бананчик из магазина Магнит. Здесь у меня написано марка Свежесть, но это марка именно самого Магнита. И давайте посмотрим, что прибор покажет нам здесь. Нажимаем проверить. И прибор нам опять же показывает содержание нитратов в норме. То есть все проверенные мною бананы из абсолютно всех магазинов, из пятерки Магнита, из Евроспара, пригодны для употребления в пищу, судя по показаниям моего нитрат-тестера. И, друзья, надеюсь, что мое видео было для вас полезным. Если у вас есть мысли относительно того, какие еще продукты питания нужно проверить с помощью нитрат-тестера, пишите ваши идеи в комментариях и любые мысли по теме данного сегодняшнего видео. Ну а я буду с вами прощаться. До новых встреч. Пока-пока.